Игорь Михайлович Акулин, доктор меднаук, руководитель магистрской программы по медицинскому праву Санкт-Петербургского университета, представитель Совета правления Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга. Очень любит наши конференции и тему применения IT в здравоохранении. — Спасибо огромное. — Еще название. «Правовые риски реализации нового закона по вопросам применения информационно-технологий и введения электронных документов в сфере здравоохранения». — Я благодарю. Большое спасибо за приглашение. И я второй раз участвую. В том году я получил колоссальное удовольствие. В этом году еще больше. И во мне, как у Филистена, две части. Одна как организатор здравоохранения, а первый приход в комитет по здравоохранению мы с Геннадием Михайловичем Колоботиным работали, запускали систему ММС. И тогда мне казалось еще 3-4 года, и все у нас было замечательно. Но оказалось, что не совсем все так. Сегодня вторая часть именно медицинского права. И вот мы с Екатериной Чесноковой готовили этот доклад, изучили информацию не только нашего конституционного суда по правоперенимительной практике, но и европейского суда по правам человека и что творится в принципе вообще в этой сфере. Ну, прежде всего, так, куда это? Вот это вот нашли? Там где? Нет, наоборот, вот это. Наоборот, где я стерплюсь. Ну, я тоже приведу кратенько этот слайд, он совершенно свежий. Действительно, нам деться некуда. И именно медицина, и именно цифровая медицина, так назовем ее условно, безусловно, ей быть, никуда теперь уже не деться. Так же, как страховые представители, по жалобе одной из главных врачей, а представители пациентов, была обведена страховые представители, так и теперь телемедицина, она будет точно внедрена, вопросов здесь не возникает. Но, прежде всего, мы должны сказать о том, что это все-таки национальная система. И информация, она должна быть на уровне федерального, естественно, определенного регистра, а это налагает определенную и очень серьезную ответственность. И второе, что я хочу обратить внимание, соответственно, со стратегией развития здравоохранения, мы ведем сегодня речь об национальной системе здравоохранения, ее пока нет. Несмотря на то, что у нас три системы, они вроде как скоординированные, и местные органы власти отвечают за развитие, в том числе, частной медицины, и контролируют частную медицину, но ее пока как национальной системы нет. А что это означает? Это означает, что мы будем работать по единым нормативным стандартам, и это очень важно в контексте данного конкретного именно доклада. Я специально привел решение Конституционного суда, чем отличается наша деятельность медицинская от всех других, в том числе и программистов. Это решение, видите, было в 2004 году. И почему так сложно будет внедряться данный закон? Прежде всего, потому что особенность медицинской деятельности касается ее безотлагательности, и, что особенно важно, власти особого рода, профессиональной власти в отношениях пациента. Тем самым, кто слабая сторона, хотя мы все время говорим о гражданской правоотношениях, вот мы очень любим, там у нас магистры сейчас пишут очень много работ, что это равноправие сторон, врач и пациент никогда этого равноправия не будет, а значит сильная сторона, безусловно, обладает и физической властью, но и, главное, информационной властью. Поэтому мы не должны об этом забывать, почему государство будет жестко следить за этой информацией. Доверие, безусловно, да, это как бы уже сегодня уходит, ведь в основном мы сейчас, как и я, руководитель рабочей группы по врачебным ошибкам Следственного комитета, быстренький мне назначил, от Санкт-Петербургского университета, я хочу сказать, две трети ошибок, это как раз взаимоотношения врач-пациент, это дентологические принципы, это удивительный факт, и мы очень часто встречаемся, и в Москву мы, правда, не выезжаем в Рим, и нас никто не приглашает, но внутри Санкт-Петербурга мы с удовольствием проводим огромное количество конференций, в том числе со Следственным комитетом, прокуратурой и так далее, и так далее. Вот то, что касается врачебных ошибок, это просто беда, это действительно очень серьезный вопрос. И неопределенность труда медицинских работников, недаром, сегодня Минздрав уже ввел, слава богу, несколько лет назад, стандарты, порядки, рекомендации, рекомендательный характер. Значит, сопрягать деятельность, информационное поле и деятельность с обязательным исполнением этих стандартов совершенно невозможно, на сегодняшний день это невозможно. И независимость принятия своих решений. Вот это как раз нелюбимая тема управленцев здравоохранения, да, и все-таки на этом настаивает большинство ассоциаций мировых, независимость врачебных решений. Это все будет мешать реализации, а может быть и помогать в какой-то степени, но тем не менее мы должны об этом помнить. А, так, что ты там пролистал? Ну ладно, я буду стараться сокращать время. А, ну да, и еще вместе с тем, несмотря на властный характер, деятельность естественно рисковая, и поэтому возникает куча различных проблем, которые именно заканчиваются определенным, преследуемым медицинской организацией врача. Поэтому вот это мы знаем точно, предмет судебных, судебной защиты как врача и пациента сегодня актуальный, как никогда. И сегодня даже вечером пойду опять на телевидение по поводу этого несчастного случая с нашим балетмейстером, который умер в кресле у врача. Это тоже, к сожалению, все это наша реальная жизнь, именно сфера медицины. Ну, теперь немножко очень кратко, потому что я боюсь время затянуть. Может быть, завтра мы более подробно обсудим на столе, да. Ну, действие возможности выдачи рецептов, понятно, форма электронных документов. Я вообще не понимаю, как врач это будет выглядеть, особенно с точки зрения наркотиков. Ну, наверное, возможно, да, если мы свяжем все аптеки, лечебные учреждения, государственные, частные, и все будет замечательно. Да, и скрепим мы это квалифицировано усиленной. Вот, дистанционный мониторинг с применением телемедицинской технологии. Когда мы говорим о Великобритании, США, с которыми я знаком достаточно неплохо, то там все это решалось телефонными звонками, это учитывалось нагрузка врача, и это, слава богу, было хорошо. Вот я как организатор давно жду, когда разрешат консультацию по телефону. Это уже был до прорыва, и вот в некоторых докладах я видел это, и это, наверное, правильно. Вот телемедицинская технология, она относится и к обычным консультациям, но сегодня по телефону уже неинтересно, поэтому, конечно, такие программы, как мы их называем self-management, потому что, как говорит Всемирная организация здравоохранения, в 2050 году, если мы не примем серьезных мер по жизнесохранительному поведению пациентов, то медицина станет недоступной. Это уже факт, можете прочитать у них на портале, и я был на этой конференции, где готовится специальная программа развития здравоохранения Европы. Этот факт очень важен, поэтому нам важно еще найти те средства, уменьшив затраты на излишнюю медицину в системе здравоохранения. Здесь ваша помощь неоценима. И поэтому вот эти федеральные регистры, так мы с Екатериной Александровной посмотрели, ведь его должен вести орган государственный, да, и он может передать часть своей функции частной организации, но надо обратить внимание, что вот федеральный регистр, он не может быть передан частной организации. Это тоже одна из серьезных проблем, о которой необходимо не забывать. Ну, это понятно, мы уже в этом говорили, что это персональные данные пациента, тут врачебная тайна и конфиденциальность, это все очень важно, электронная подпись, без согласия пациентов. В каких случаях мы, как юристы, прекрасно это знаем, доступность информации для третьих лиц, и что, в общем-то, постоянно, вот у меня есть опыт огромный страховщика, работающий крупнейшей страховой компанией, не руководившей ею, работодатель все время стремится получить информацию в рамках ДМС. И говорит, я плачу, я хочу знать. То же самое система МС, я плачу, я хочу знать. В общем-то, какой-то степен прав, потому что пациент не платит, поэтому информация должна быть каким-то образом обезличенной, быть предоставлена. И в этом проекте закона, конечно, она предоставлена. Это право, как она будет реализовываться в другой день. И правоохранительные органы. Вот это отдельный вопрос, и он очень-очень серьезный, особенно тогда, когда уже вред наступил. И надо обратить ваше внимание, что в связи с тем, что медицинские работники – это не только врачи, медицинские регистраторы и так далее, но и технические работники, которые работают, и имеют доступ к медицинской информации. Мы сейчас, вот Геннадий Михайлович, в рамках нашей рабочей группы ССПВГУ обсуждаем новую специальность, врач-кибернетик, и врач, который может быть в рамках магистратуры, кибернетик в сфере здравоохранения – это интересное направление. Вот тогда он тоже будет конкретно отвечать и ОРСТАК, и организация, где он работает, обрывать информацию, он тоже является медицинским работником. Еще из рисков мы хотели обратить ваше внимание. Отказ пациента. Не знать, что все будут абсолютно рады, счастливы участвовать в этой системе. Тут мы только привели то, что нам в голову пришло. Религиозные мотивы, физическая немощность, дети, инвалиды – это тот, кто не сможет участвовать в данной программе. Это, в общем-то, объяснимо, и слава Богу, потому что она не может быть тотальной, охватывающей все население страны. Это нереально абсолютно, и она должна быть, конечно, добровольной. Второе – это создание огромного массива. И вот тот, кто в УМС работал, тот знает, что это такое. Это просто какой-то мрак этих документов. Федеральный фонд УМС, он их плодит каждую неделю, и вот это все должно быть. Внесены поправки в каждый документ, в каждый договор. Это тоже, видимо, я так прикинул, слушая вас, но приблизительно лет через 10 мы реально выйдем на вот такую систему. Это очень-очень сложно. Ну и автоматический проверка стандарта. Не представляю себе, как это сделать. Я считаю, что это абсолютно… Может, даже и не надо делать. Зачем это делать? Я вспоминаю всеобщую диспансеризацию, которая участвовала еще в те дальние годы. Еще тогда мы об этом думали, даже были такие программы. Вот, наконец-то, вернулись. А надо ли это вообще делать? Может быть, освободить врача? Пусть он творит. А вот ошибку допустят, мы тогда ее возьмем и проверим. Дать ему свободу надо. Мы стараемся его заорганизовать. Ну и образовательные стандарты. Здесь надо еще обучить и врачей, и технических работников. И, кстати, мы сейчас учим юристов. В рамках магистратуры к нам обратились правоохранительные органы. Мы вводим эти стандарты. Их тоже надо научить, потому что это очень сложно. Ну и технические вопросы. Это электронный цифровый подпись. Я не буду говорить лучше меня, это знаете. Вот в соответствии с законом. И то, что сегодня новый вариант 2016 года действует. И что это такое, очевидно, вы знаете. Я не буду еще раз это повторять. В соответствии с законом об электронной подписи. Я тут знакомился перед конференцией с одним из достаточно серьезных. Верховный суд рассматривал, когда электронная подпись. Значит, код был украден, но там были банковские дела. И тем не менее, ответственность за сохранность и так далее лежит на организации. И вот суд как раз не принял в сторону ИСЦА. И поддержал Сбербанкского, что вот вы потеряли, вошли в эту систему, украли деньги. Но вы не сохранили эту подпись, это ваши проблемы. Вот поэтому это тоже очень важно. И вот проверка ключей, это вот как раз то, что нам было интересно, как юристам. Лицо, ответственность, факт. Это все как раз относится к такой доследственной проверке. Это тоже очень важно. Надо иметь в виду, что это все интересует наши правоохранительные органы. Ну, это понятно. Пропустим. Что-то он плохо работает у меня. Так. Ну и здесь что? Рецепты, добровольное согласие. Это вот отдельная тема. Информированное добровольное согласие. Отказ от медицинского вмешательства. То есть туда тоже надо будет вносить кучу дополнительных реквизитов. Документы по запросу, например, в какой форме, как они будут подписаны, кем и так далее. Это все тоже имеет отношение к квалифицированной электронной подписи. Ну и, безусловно, это безопасность. Преимущество все-таки экономии времени для врача. Это очень важно. Вместе с тем, очень важно отметить для юриста то, что эта подпись является адекватной документальной подписью. И она будет признаваться равнозначной бумажным документом. Подписана собственноручно. Это очень важно. И авторство документов, и владелец, и сохранность. Все это является основанием для определенных претензий в случае вреда. Да, ну вот как раз этот случай, который дошел до конституционного суда, там был похищен очередной ключ. Это лежит на операторе или на медицинской организации, которая будет этот ключ все-таки хранить надлежащим образом. Ну и в целом, конечно, у нас еще очень низкий кюринг как среди медицинских работников, так и среди предоставителей услуг. Поэтому преступления в компьютерной сфере надо иметь в виду, что они могут быть. Ну, единая государственная информационная система, я уже сказал, что она национальная, что она должна функционировать, конечно, по единым правилам. Это, как правило, государственная организация. Но написано, что может быть привлечен частный соисполнитель. Это, конечно, неплохо. Ну, кто участники, это бы в законе, в варианте закона вы видели, да, кто является, их очень много, всех их скоординировать будет непросто. И пользователи тоже, это важно. Конечно, основной риск защиты персональных данных, врачебная тайна. Здесь, конечно, очень-очень важно вот это обезлечивание. Обезлечивание персональных данных, конечно, важный момент, потому что дальше вот у нас будет в единой системе, как ведется, вы понимаете, наверное, больше, чем я, персонифицированный учет, да. Но все-таки эта информация относится к информации ограниченного доступа, подлежит защите в соответствии с законодательством, закон 323. Защита информации с собой – это правовые, организационно-технические меры, и конфиденциальность права доступа к ней должна быть специальным образом определена. Ну, вот тут мы привели зарубежный опыт, Екатерин Сана тут откопал австрийские, что у них существует такая национальная система между представщиками медицинских слог. Но интересно отметить, что пациенты могут регулировать параметры, использованные через центр контроля доступа. Это позволяет им видеть, кто ознакомился с их данными, решать, следует ли им расширять или сокращать время доступа, запретить доступ к определенным пунктам. Пациенты могут принять решение о полном выходе из системы или об участии только в отдельных приложениях, таких как услуги и электронных рецептов. Это тоже важно понимать, что такая система нам тоже грозит, и вот именно права пациента здесь как раз соблюдены в соответствии с европейским законодательством. Ну, врачебная тайна, письменное согласие, как мы будем получать, надо будет понимать. И должны быть ограничены те случаи, когда письменное согласие пациента не требуется. Но такие случаи, они перечислены в законе, и, в общем-то, мы должны об этом знать. Ну, и раскрытие медицинской деятельности – это вмешательство права на уважение частной жизни. Ну, тут вот я привел вам решение Европейского суда по ряду обращений по правам пациентов в раскрытии врачебной тайны. И все-таки даже Европейский суд, у него несколько вариантов решений, но одно из этих решений, что да, если все-таки эта информация требуется для адекватного лечения, то внутригосударственного скандалитства должно предоставить соответствующие гарантии для предотвращения передачи, разгрошения, персональные данные в состоянии здоровья другим лицам. Ну, и еще обращаю ваше внимание, что прокуратура тоже может иметь право доступа в случае проверки к информации. Необходимо это тоже предусмотреть в соответствии с законом прокуратуры. Ну, тут еще есть один интересный вариант. Есть еще гражданско-правовые вопросы в случае ущерба. Европейский суд по правам человека поддерживает здесь права пациента и перекладывает обязанность федерального законодателя о порядках предоставления информации и не обязывает ее исследовать каким-то определенным правилам, а говорит о том, что нужно еще разработать этот порядок предоставления информации, который у нас сегодня, кстати, совершенно не учитывает электронный документ, а мы сейчас начинаем опутывать нашу медицинскую деятельность порядками предоставления медицинской помощи. Ну, вот еще один интересный момент, когда господин Круглов обратился в Конституционный суд о ликвидации своих персональных данных, связанных с его диагнозом, психическое заболевание, и суд оставил без изменения это решение. Все здесь именно вот этот важный момент о персональных данных, что есть вот это исключение, когда информация осуществляется в медико-профилактических целях, цели установления медицинского диагноза, заказания медицинской медико-социальных услуг, то она может быть, пациент не имеет права на ее изъятие. Ну, и здесь вот дальше идет, скажем так, аргументация, почему такое решение принято, и это решение как раз в пользу именно такой системы, но опять-таки без конкретной фамилии. Ну, и исключение, еще раз я вот об этом упомянул, но тем не менее врачебная тайна, вы будете постоянно с ней сталкиваться, и тут возникнет необходимость консультации с юристом. Ну, и вот этот как раз речь идет об электронной подписи, которая была, консидентность нарушена, тоже такое есть решение. 18-19 статья о законоперсональных данных, там как раз есть ваши интересные нормы, которые необходимо знать о соблюдении конфиденциальности, о безопасности информации и так далее, и так далее. То есть мы должны с вами еще очень внимательно проанализировать законодательство с целью как защиты пациента, так и, естественно, того органа, который эту информацию у себя аккумулирует. Благодарю за внимание.